Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у семи крымчан. Помимо этого, еще пять случаев заражения, зарегистрированные в Севастополе. Таким образом, общее число заболевших крымчан вместе с жителями города Героя достигло 19 человек. Все случаи завозные. Жители Севастополя вернулись домой после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Шесть крымчан – члены двух разных семей, которые совершали путешествия на одном и том же круизном лайнере «Белиссимо». Один человек также посещал Арабские Эмираты и путешествовал на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту. Сейчас все зараженные госпитализированы в инфекционные отделения. Они находятся в отдельных боксах. Состояние пациентов удовлетворительно, заболевание протекает бессимптомно. Из четырнадцати случаев – это семейные очаги. Из них в трех случаях из семи очагов они не заявлялись и не были поставлены подменом наблюдения. То есть, фактически, сокрытие было данных о нахождении за рубежом. И только при обращении за медицинской помощи первых случаев они были выявлены. Еще одна семья пренебрегла режимом самоизоляции, несмотря на наличие предписаний. Людей для оказания медицинской помощи на дому посещали врачи. Теперь информация о данной семье будет передана в правоохранительные органы. Кроме того, под уголовную ответственность могут попасть и те крымчане, которые скрыли факт поездки за границу. Я готов тоже в том числе выйти инициатором на федеральный уровень и внести изменения в законодательство в части привлечения к уголовной ответственности за сокрытие информации. Мы сейчас выработаем позицию, коллеги, как только по первому человеку, который в данном случае сокрыл сведения о нахождении за границей, будет принято процессуальное решение, по всем остальным пойдет все автоматом. Практика будет сформирована, это все будет очень быстро. Для предотвращения распространения коронавируса власти Крыма с завтрашнего дня введут новые ограничительные меры. В местах массового скопления людей не рекомендовано находиться несовершеннолетним без родителей. Крымчан просят воздержаться от посещения религиозных организаций. Кроме того, указом премьер-министра России Михаила Мишустина будет приостановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров, ресторанов и баров, кинотеатров, аквапарков, бассейнов, спа и фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, детских игровых комнат. Предприятия общественного питания смогут только лишь осуществлять доставку на дом. Не будут работать салоны красоты, бани и сауны. Кроме того, власти республики планируют с сегодняшнего дня привести в готовность обсерватор в Евпатории. Его работники будут находиться в закрытом режиме без возвращения домой по окончанию смены. Сейчас под наблюдением врачей находятся 2230 человек. Крым на 10-м месте в стране по количеству зараженных коронавирусом.